привет тебе привет дорогая слушай скучился просто невозможно вот теперь удался такой вариант что мы с тобой вместе выступим и как раз таки и все там ждут нашей школе больше хомофутурус как моя дочка будет отвечать на мои вопросы там ты помнишь когда маленькие были я вам я лену и тебе я показывал как петуха гипнотизировать да у меня есть фотография конечно а потом через много-много лет такая же есть фотография наверное в книге она есть в последней моей как редко когда уже вы на моя дочь осталось теперь справа внукам сделать уже ему сейчас скоро будет три года у вас разница один день день рождения почему же на день день он позже родился мы так решили чтобы тебе твой день рождения не обламывать мы так решили мы сказали нет пусть у каждого будет свой день рождения потому что прям вообще большая немом с уважением подошла не на что поэтому прадеду искупил меня человек будущего поэтому мы школе человек будущего хомофутурус как раз таки об этом сейчас и сказали не договаривайся об этом вот и мы вообще не о чем не договариваемся никогда у нас все экспромт поэтому получается хорошо слушай я обещал поговорить о том как с паниками справляться вот ты как справляешься у тебя когда-то были паники или там у твоих клиентов пациентов были ли какие паники как ты справлялась ну паники сначала были у меня потому что такие спортсменка и я велосипедистка шоссейница и кто этим занимался понимают какое количество травм и сотрясение были позвоночник страдал поэтому естественно с годами состояние ухудшается мы как говорится немножко взрослением и начинаются различные все наши проблемы начинают панике я мои лично потому что сколько у меня пациентов как интересно паниками называют совершенно разные симптомы это фантастика у одних я спрашиваю что такое память на у меня есть панические атаки просто я лежу в кровати у меня сердце бьется и вот так могу лежать два часа я говорю хорошо ну это может быть просто как антиаритмия тахикартия что-то в этом роде другие говорят что там не знаю начинают сходить с ума головные боли то есть люди не понимают вообще нет какого-то общего знаменателя что такое панические атаки поэтому я скажу со своей стороны моя паническая атака мои панические атаки которые были пока я не нашла выход как с ними справляться это учащенное сердцебиение холодеют руки это ощущение что ты сейчас просто умрешь вот страх смерти и просто да это инстинкт самосохранения вот это я называю панической атакой принципе я тоже когда паники были у меня было такое ощущение вот сейчас что все валится на меня ты просто потому что кислород не поступает к мозгу начинает меняться картинка реальности вот у меня было даже такое знаешь я посмотрела как-то на занавески зеленого цвета и вижу белым конечно мозг начинает с ума сходить выше нереально хотя я трезвая нормальная как говорится да то есть понимаешь что что-то не то и вот это несовпадение вызывает еще больше конечно тревога несовпадение несовпадение реальности и восприятия но это часто бывает у людей когда кризис гипертонический тоже вот допустим человек здоровый-здоровый никогда проблем не было и вдруг у него резко поднялось давление он не знает об этом так в этом все и дело что во время панической атаки происходит сосудистый спазм именно он несет все эти проявления именно он поэтому люди когда мне говорят я просто вижу а у меня сердце бьется я могу два часа так лежать я понимаю что там сосудистого спазма не там просто начинать может есть но легкой степени но паническая атака она всегда сопровождается с повышением давления конечно но это часто часто не всегда вот так бывает по крайней мере естественно обычно панические такие вот фобические явления возникают после этих кризис обычно обычно но не у всех но по-разному бывает мы же фобические потом когда кризис постоянные они формируются уже фобии и когда человек уже боится с каждым разом скажем спускаться в метро пашу боится что его накроет давление то есть там формирование фобии идет уже после некоторых повторений каких-то кризов да об этом да об этом самое интересное было что когда я тогда находился один у меня возникали эти состояния когда кто-то если я отвлекаюсь допустим и знаю что в любой момент мне помогут у меня как-то не появлялась этого ну наверное это и у многих так бывает именно когда один или когда идешь через большую площадь потому что там приходится напрягаться а как только ты напрягаешься спазм потому что напряжение больше тоже у тебя кислорода в клетках мозга спазм возникает и у тебя появляется страх такой гормоны гормоны гормональность до спазмы гормональный всплеск сужение внимания сужение внимания туннельное такое зрение когда ты ни о чем другом думать не можешь и думаешь только там из них самосохранение работает конечно ты сталкиваешься сразу самыми базовыми инстинктами истинкт самосохранения но в этот момент надо резко отвлечься конечно вот китайцы знаешь как предлагали давай чтобы наши слушатели не теряли нить я уж как психолог извините я соберу кучку и поведу немножко до конца так какой способ нашла лично я для себя и в одной из книг ты этот способ описал я начинала усиленно ходить зад вперед мять шею это ты так делал стараться глубоко вздыхать чтобы потребление кислорода давать больше кислорода в мозг это это моя лично я не виду это лично мой подход и буквально две-три минуты у меня такой сильнейшая паническая атака на хорошо спасибо но тот момент такое дело в том что вот мы по ключу говорим ключ подбирая индивидуальные приемы лично ты спросил как я да 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 а то что касаемо моих пациентов мы выбирали действия соответственно этого знаешь какие же тест говорят вот будут гореть дом что первое схватить и также я у них спрашивал представьте паническая атака что первое сделать алигат скачу открою окно все вскакивайте открывать а когда будет паническая атака то есть они неосознанно человек неосознанно сам выкидывает варианта своего спасения они заложены глубина уже заложен связи опыт передача по наследству генетически вот этот по-другому по-другому да да у всех праздник поэтому если задавать вот этот вопрос как тестовый представьте началась паника вы один что будете делать и вот ответы человека покажут направление его деятельности в этот момент для спасения понятно то что он сам себе прием конечно он придумать не будет он будет какой-то искать что мне сделать возникает за счет инстинкта самосохранения превышал и спасение тоже возникает просто надо прислушаться к себе а вот я заметил что когда я работал со своими клиентами пациентами но много лет когда я работал я заметил что человек когда паникует он начинает что-то делать непроизвольно сбрасывается или он там как ты говоришь дышать начинает или он там допустим начинает находить начинаем или трястись начинает я могу трясись трясись его даже начинает трясись трясись раз и успокаивается а некоторые сразу мерить давление вот здесь очень интересная вещь интересная в том что вот сейчас я на секунду отвлекусь кое-что скажу дело в том что у нас есть непроизвольная сама идентификация сама сканирование самонаблюдение самопроверка когда мы в нормальном состоянии мы этим как бы не занимаемся мы заняты делами там мы забываем о себе этом отвлекаемся а вот когда у человека какое-то напряжение даже вот колено заболела ли там спина заболел и он начинает напрягаться невольно потому что он начинает чувствовать там что-то и проверяет и что-то делает для того чтобы не болело например посели перевернулся там или что но продолжает болеть вот он сделал какое-то усилие то есть перевернулся а болеть допустим продолжает и у него поскольку он ожидал результата а результата нету немедленного и у него тут же фонтан напряжения еще больше поднимается потому что он теряет точку опоры он ожидал этого а не получил этого потом он еще что-то делает и опять не получил этого и он теряет точку опоры и у него полная растерянность и он не знает как быть а вот здесь вот интересно я прошлый раз говорил что в этот момент если он даже таблетку может принять а результата нету и у него еще больше может паника быть потому что он ждет немедленного результата вот вот тут тут момент потому что когда у высокое напряжение на пике напряжения время для него летит так быстро что за секунду ему кажется уже прошло пять минут уже десять минут отчеты таблетка не действует а что-то массаж точки не действует а что ты повернулся не действует она не проходит он теряет точку опоры дополнительно получается напряжение вот тут надо понять кто этого еще не знает надо понять что между усилием и результатом может быть какое-то нужно время подождать и вот это время обычно заполняется каким-то отвлечением например всех и зарпеть песню и делать какие-то движения собой выполнять какие-то спасательные процедуры набирать номер телефона пытаться все время пытаться заняться когда он сам себя проверяет наступил результат нет вот не проходит не проходит а его нет у него пор и нет стресс растет и поэтому люди невольно некоторые так и делают они кому-то звонят да я знала у меня были пациенты на улице уже пронесли результат у меня была женщина которая выбегала на улице и бегала вокруг дом подходила когда у нее начинались паники давление повышалось она говорит я выходила и вот это меня спасала то есть я выходила меняла картинку и и это спасало и и это отвлекало и давление падало вот вот каждого для этого хасан и гамеш пап для этого и нужны специалисты которые быстрее выявят что человеку больше подходит что чем ему себя быстрее занять просто стану самому человеку в этот момент очень сложно нужны заготовки я считаю человек должен иметь заготовки на таких случаях вот предположим что-то хорошо отработанное вспоминать в этот момент и это быстро делать а если мы в этот момент начинаем перебирать чем бы мне заняться нет 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 неопределенность опять не дает . надо чтобы было определен надо чтобы была заготовка ей заготовка например человек себе говорит как только у меня поднялось давление меня начинает там то есть плохое самочувствие я момент когда делаю например там массаж уже уши разминаю чтобы приток крови обеспечить спазм и снять я в этот момент считаю все пошел еще 10 раз помяла 10 раз прошлась по пальчикам 10 раз волосы подергала туда-сюда 5 10 все и получается мозг все время занят деятельностью они паника ну я сейчас подскажу что делали в китае это вариант любой может есть не петь это можно открыть короче кого что а можно ищу давай скажи я даже догадалась эти что делают вот допустим оборок допустим оборок у человека бывает и вот так берешь а не иголкой 1 1 1 1 1 подушечки пальцев резко работ острая боль как наш отельный спирт действует стряхивайся и вам здесь . пуш под носом да да под носом и здесь под носом отсюда идет один канал это дума и здесь идет другой канал жена и там еще 12 канал дела сейчас не в этом дело в том что вместо иголки можно было бы во время паники я так много раздел для своих клиентов пациентов я говорю сушки вот паника началась неважно оборок вы падаете и вам так сделают иголками как на шатырем преснуть или вы сами возьмите во время паники вот палец большой и подушечку всех пальцев ногтем релеска прожмите до боли все пальцы а потом вот так можно сделать обжать обжать по 2 нажать до боли по боли до боли до боли все пальцы потом . хайгу и у тебя есть заготовка что если у тебя паника случится ты сразу себе так нажимаешь самое главное в момент это неопределенности когда не знаешь что делать когда все на тебя падает и прямо с ума сходишь не знаю штраф . сумрешь или упадешь там а ты вот заготовку то есть в этой неопределенности защищайся этой определенностью мало того что это просто определенность на самом деле вот эти нажатия на при этом после этого воздействия после этого воздействия может быть не сразу через мгновение тебе легче станет нет она однозначно там нету результатов нет и пару минут походи знать что эти приемы помогают сто процентов он должен это знать и тогда будет ожидание проще а помнишь еще был такой способ что во время всяких таких спасательных мер в отношении себя можно не только считать не только там что-то а еще выкрикивать недовольство в адрес скажем тех людей которые вас до этого и использовать некий эмоциональный выброс будет но также бывает когда человек чашку ранил он гальта черт немножко напряжение конечно элемент такой вот представь себе я как-то в книге писала представь себе ситуацию идет человек по улице ногой топает сам собой разговаривает рукой дергает и вот смотришь на него видно что он на грани что он сейчас вот через некоторое время и психушку попадет ну и не попал потому что он ногой дергал сам собой разговаривал махал и как будто сам собой то есть он был во внутреннем мире сбрасывал напряжение это называется у меня свобода в чистом поле и вы тоже если вам плохо взяли это обращаюсь к слушателям нашим зрителям если паника или что возьмите там ногой топните скажите там выкрикинете что-то или бой с тенью сделайте потряситесь потряситесь потому что вот у девочек когда они там перед экзамен и еще нервная дрожь так потрясись вот стоишь и потрясся вот так вот в резонансе с этой нервной дрожью да и не жди сразу немедленного результата потому что если ты сразу ждешь немедленного результата он может быть через полминуты давай пожалуйста еще скажем для наших слушателей еще один важный момент я знаю по своим пациентам что когда у них происходит такой кризис они наоборот все боятся шелохнуться они думают что если они создадут движение станет еще хуже для таких людей которые боятся шелохнуться пусть вы можете лежать но вы можете это все делать лежа мяч шею пальчики делать это все лежа то есть не обязательно вскакивать и делать то что мы говорим стоя давай мы вот прямо наташу сейчас тоже спросим когда мы можем сделать потому что у нас такое количество советов например у меня масса вот что я могу порекомендовать в этих случаях одной теме я хочу все-таки закончить что те люди которые привыкли лежать во время кризиса лежит просто начинайте свои пальчики мять шею мять массировать волосы дергать на ушку и при этом напевать песню либо считаться вам проще поверьте чтобы лежит а я ты потом рожаться потом несколько раз так сделать потом себя отпустить вот так и волна у нас есть упражнение волна ключевая волна отпустить и начинается освобождение наконец-то и давление кстати говоря насчет давления есть некоторые люди которые сразу берут и начинают мерить давление когда напряжение очень высокое то человек быстро пытается измерить давление а когда мерить давление надо помнить всегда что по условиям измерения давления требуется рука что было удобно положено датчик был удобно положен чтобы подождать несколько минут после того когда он как столкнулся с негативным таким я бы сказал негативное зеркало ты знаешь как у тебя все нормально давление измерила там вдруг высокая по ошибке тонометра или потому что неправильно поставил или потому что ты бегал и сел и сразу меряешь надо знать условия как мерить давление давление чтобы правильно показывать потом эти тонометры часто ошибаются как в том анекдоте помнишь папа который был что ты плохо выглядишь да старый анекдот и он уже идет под конец и говорит ну там спрашивают ну ты как там он говорит да что ты есть плохо выглядишь это я расскажу потому что всем классно расскажем три друга решили подшутить над другом утром один его встречайте это чуть-чуть бледность такая наличие да нету все нормально с утра все с ночью все в порядке второй встречает его днем чуть и так вот плохо выглядишь а вы да не же все нормально у меня а 3 когда вечером его встретил эй привет как дела угадка что-то с утра голова болит сам понять не могу вот внушение ну конечно а сейчас например внушение сколько человек после ковида умерло сколько человек там это сколько человек там заразили сколько человек смотрит вот это то есть интернет или там телевизор все находятся в хроническом стрессе между прочим сами того не понимаем потому что для них для многих это состояние стало уже норм вот это самое опасное когда они вот надо тест делать все время тест касаемо ганец который будет показывать уровень вашего потому что реально на самом деле организм очень быстро адаптируется и даже хроническим стрессом то есть почему возникает хронический стресс потому что к обычному стрессу тоже идет адаптация и в итоге из обычного стресса мы попадаем в разряд хронического стресса как мы все это понимаем а вот теперь поэтому мы даем шквал напряжения мы все забываем потом и на самом деле поэтому вот сейчас говорим мы не должны вообще говорить потому что ты разрабатывал всю жизнь метод свой я пошла немножко чуть-чуть сторону уже делая эмоциональные с работы с острыми стрессами быстрыми то есть мы наоборот должны людям показывать варианты быстрейшего выхода из стресса чтобы до давления вообще никогда не находили а мы видишь но мы даем на всякий случай ну конечно основа должна быть как я любое занятие свое пап начинаю одинаково со всеми знаешь как это вот прикольно никто так не начинает как я гены хорошие я всегда говорю первое с чего мы с вами начнем это начнем с того что начнем выстраивать и авторить приоритет пока мы с вами не выстроим приоритеты мы дальше то есть если в приоритете нет а ты думаешь кто у кого-то есть приоритетные понятия в плане здоровья нету даже то я говорю сейчас о здоровье приоритет конечно вот приходит человек с проблемами я говорю первое что мы с вами сделаем выставим приоритет что вы хотите в плане здоровья как вы хотите себя чувствовать что вы готовы для этого делать вы что есть я как психолог начинаю работать сужать сознание именно на задачу не сужать сознание направлять внимание с этого с этого ужаса бедлама которые они нахватались в интернете потому что каждый приходящий мне говорит я знаю я все начитался я бы да вы только не то читается я понимаю я все знаю но почему-то вы сидите здесь вот это я не понимаю почему поэтому нет элементарных понятий приоритетности то есть что такое здоровье здоровье это не бегать по больнице я понял я понял понятие здоровья так это не отсутствие недугов или недостатков а развиваемые человеком конечно он должен правильно понимать вообще изначально и тогда последующие действия будут уже я тебе предлагаю на этом мы сейчас закончим его роликом под роликом выставляете приоритеты напишем пусть пожалуйста задает вопросы коменты пусть пишут пусть нашего канала ютуба подписываются потому что мы там сейчас выдадим новый бесплатный вебинар а после него выдадим нет бесплатный ликбез ликбез там вот все пожалуйста у кого страхи бывают у кого бывают паники у кого бывают давление у кого бывают неприятные состояния у кого стресс и так далее подпишитесь на мой канал метод ключ косая лива именно там нажатием кнопки просто подпись именно там будет объявление и кстати говоря прошлый был бесплатный ликбез и прошлые были там ликбез и несколько их посмотрите чтобы набраться опыта как регулировать свое состояние и сразу хочу ответить на вопрос мы не клиника мы не лечим болезни просто занимаемся тем что помогаем людям подобрать свои собственные приемы снимающие стресс и эти приемы на самом деле очень простые легкие свободные потому что вы и сами их инстинктивно все делаете только мы вам показываем изучая эти все явления вам показываем что вы делаете инстинктивно для того чтобы снять напряжение и как вы сами делаете также выходите на творческое состояние или на состояние восстановления вам просто подсказываем как специалисты и вот поэтому вы подпишитесь на канал еще есть у меня сайт стресс . су и там большой архив видеоматериалов и сайт хасайру вы там тоже посмотрите очень много интересного шейла у тебя что есть у меня такое менее информационный мой созидай точка ру ну я бы даже чисто так ну смотри потому что все твои все твои статьи все работы они все на твоем сайте я просто по небольшой информационный обо мне что я делаю как и держись скромность украшает человека давайте мы так сделаем значит мы там напишем под роликом когда будет бесплатный без но буквально завтра послезавтра будет мы там напишем объявления бесплатных вместо кого-то и мы напишем также когда будет вебинар по теме а тему предлагаете потому что может быть нам придется по паникам сделать тему а может быть нам придется сделать по творчеству а может соединим я думаю даже будет лучше соединить как например выходить из панических атак и что делать для того чтобы в дальнейшем в них не попадать ну да потому что тогда на самом деле надо все-таки любимым делом заниматься как тебе моя картина берегиня хорошая правда она уже знаменитая середине природа берегиня мать берегиня а там девушка еще я развлекаю вас друзья ну ладно до встречи пишите комменты от вас зависит тема вебинара следующего и смотрите когда будет любез бесплатный и всем раздавайте чтобы все заходили вот там как будет написано на объявление всем раздавайте потому что эта школа человек будущего хома поэтому потому что у народа вообще уже с головой бедные люди просто хотя бы чтобы они получали полезные навыки до спасали будем помогать людям как всегда помогали алена тоже давай подключим алена нашего подключим тоже наш мой сын психолог тоже на его подключим в следующий раз сделаем совместно это будет очень интересно и всем полезно потому что я в одном стиле работаю шелла в другом стиле работать вокруг ключа все мы же всю жизнь на основе олен в третьем стиле работает он остался ему всю жизнь какая семья когда мы делимся ты нас уже все подпишал на медицинской газете свое время была напечатана статья использую стресса щеглов константин мой друг нет его царство ему небесная столько лет возглавляла газету медицинскую и там была статья про нашу семью как очень интересно было я как-то следующий раз покажу эту статью ну да все решили я тебя целую хочу за статья ну я сейчас искать про семью что мы все заняты одним делом да 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 это редкость такие про ключ писали тогда хорошо потом покажутся обнимаю в первую очередь конечно дочку так челик чао какао бомби по итальянски чисто разговариваю до связи пока пока